Здесь сочинские олимпиады, майки, кубки здесь со всероссийской соревнований, если будет читать, мячи подписаны Алексеем Смелькиным есть. Сейчас в Институте физической культуры и спорта учатся порядка тысячи студентов. Среди них мастера спорта и известные люди в спортивном мире. Славятся вуз и выпускниками. Они преуспевают в своих дисциплинах на высоком уровне или развивают спорт в своем крае. Без образования каждый из них вряд ли бы достиг таких вершин, уверены представители вуза. Данное мероприятие, оно очень интересно, что в рамках экскурсии, в рамках ознакомления с достижениями алтайского спорта, студенческого, наверное, даже больше спорта, ребята должны понять, что у них все впереди. Что, будучи студентами, они смогут достичь вершин. Вершин спорта, вершин учебы, вершин каких-то других видов деятельности. Команда Алтай 2007. Кроме спортивных достижений, выпускников вуза познакомилась и с учебным процессом. Ведь через год ребятам уже предстоит выбор, куда поступать. И многие планируют связать свою студенческую жизнь со спортивным факультетом педагогического вуза. Очень много наград у института, много знаменитостей спортсменов, которые вышли из этого института. Там Александр Ерохин, тот же знаменитый футболист. Вот это очень понравилось. Лично мне все понравилось, думаю, ребятам моим сокомандникам тоже. Очень хороший вуз. Надеемся, что вернемся сюда в более старшем возрасте. Когда будешь поступать, да? Конечно. Многие с поступлением уже определились, а у кого-то еще будет время подумать. А пока смертенцы продолжают свою подготовку к юношеской футбольной лиге, которая стартует в мае. Для Алтая 2007 это последний сезон в ЮФЛ. И есть отличная возможность уйти во взрослую жизнь красиво. Уйти с золотом. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.